здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня у нас познавательная и интересная тема тема белковая и прежде чем ознакомить вас с этой темой я долго думал искал специалиста об этой области и нашел нашел у нас в студии сегодня прекрасная красивая девушка это супруга нашего коллеги по увлечению карпятника константина леонтьева это мариана леонтьева она у нас микробиолог закончила факультет мгу и не просто а с красным дипломом так что специалист высокого уровня и она тоже у нас рыбачка принимает участие активно в увлечениях своего супруга выезжает на карповой рыбалке поэтому с ней нам будет сегодня довольно легко и комфортно общаться она понимает мы будем говорить на родном языке чтобы нам всем было интересно за полтора года я собрал вопросы которые касаются именно аминокислоты эти вопросы аминокислоты белков эти вопросы задавали именно наши подписчики она в различных наших пабликах на форумах я их добросовестно копил они возможно где-то марьяна повторяются но сегодня мы постараемся получить максимально исчерпывающий ответ наиболее доступным понятным широкому кругу людей ответы соответственно и так мы не будем долго затягивать наше вступление по порядку вот как вопросы были составлены мы в ходе дискуссии на на что-то может там расширим какие-то ответы итак друзья мы переходим к нашей основной части это вопросы они у нас составлены хаотичном виде я честно я даже мы не готовились так вот прям и некоторые вопросы надо будет для марьяны таким экспромтами на этом она справится итак марьяна первый вопрос чем отличается белки от протеина но это самый такой простой вопрос даже я знаю на этот ответ послушаем специалисты от себя хочу поприветствовать зрителей подписчиков канала на самом деле белки от протеина ничем не отличаются это разница чисто в терминологии протеин это скажем так англоязычное название наших белков и поэтому часто на импортных продуктах пишут именно слова протеин а если речь идет о наших отечественных продуктах то там скорее всего мы увидим слова белки это был самый простой вопрос верным ли будет утверждение что если добавить корм аминокислотный корпус то тем самым мы увеличим питательность корма это самый такой марьяна у нас злободневный вопрос потому что каждый копятник там спортсмен пытается как-то свою прикормку насадочную программу выделить и чтобы она имела какое-то преимущество ну там по питательности и так далее поэтому если как мы считаем не хватает в наших бойлах там питательной составляющей то достаточно залить там каким-то аминокомплексом и у нас повысится скажем питательность нашего продукта так ли это утверждение в какой-то степени оно верно потому что белки наряду с углеводами и жирами также являются основными питательными элементами белки это именно строительный материал для организма мы объясним нашим подписчикам что такое белки да изначально вот в моем понимании белки это аминокислоты то есть может я заблуждаюсь насколько я помню из курса тоже школьной программы химии но поскольку мне потом не доводилось изучать я знаю что есть существуют заменимые аминокислоты и незаменимые но мы как этого вопрос там где-то и жидкие аминокислоты неважно какие чего какого производителя мы залили какую-то ну перец допустим залили перец через там пять шесть часов мы понимаем что он стал лучше привлекательный за счет чего тогда не обращусь к нашему наглядному материалу чтобы понятнее что такое белки чтобы не было путаницы потому что еще всплывают такие термины как пептиды полипептиды олигопептиды и когда все это употребляется вместе люди теряются и считают что это совершенно разные вещества и как со всем этим разобраться и так здесь вот как модели дамы сейчас вот в виде этих вот разных было в попытаемся представить наши были набор аминокислот вот как это выглядит мы все знаем мы еще может это помнит из школьного курса что живые организмы используют 20 аминокислот вообще в природе гораздо больше там порядка 100 выделяют но вот именно 20 это те основные именно кислоты которые встречаются как вот наших организмах в организмах животных и растений то есть это самые такие основные они в свою очередь делятся на заменимые и незаменимые так вот интересно природа распорядилась что примерно половина из 20 они незаменимые половина заменимые чем они отличаются ну из названия понятно что незаменимые они видимо должны каким-то образом ограничивать приходить извне до появляться в нашем организме каким-то иным способом потому что те что называются заменимы мы можем синтезировать сами те аминокислоты которые незаменимы в основном как мы как люди получаем их как животные так и с растительной пищи там травоядные животные получают их только из растений платоядные как из растений так и животных соответственно это аминокислоты которые будут ограничивать рост и развитие нашего организма то есть если мы не будем их получать в необходимом количестве да то организм будет испытывать их дефицит хуже расти хуже развиваться и поэтому эти аминокислоты наиболее скажем так ценны и любой живой организм будет пытаться их найти в первую очередь ну собственно да мы все время говорим термин аминокислоты вот чтобы было понятно что вообще это такое так понятно что это органические соединения чем они вообще в принципе отличаются других органических соединений в первую очередь тем что они содержат называемую аминогруппу в своем составе содержит азот все аминокислоты построены примерно по единому принципу они содержат ту самую аминогруппу я здесь вот взяла такой красненький бойл чтобы было понятно и так называемую карбоксильную группу но мы не будем даваться в тонкости органической химии да это та часть которая относит их в номенклатуре химической кислотам то есть вот эти две части аминогруппы карбоксильной группы они у всех аминокислот одинаковые но есть еще одна часть так называемый радикал она отличается то есть те самые 20 аминокислот они друг от друга будут отличаться вот именно вот этой вот радикальной частью да их будет порядка 20 разных комбинаций как отдельно аминокислоты собираются в белки между вот этими двумя группами возникают химические связи возникают примерно таким образом то есть между аминогруппой и карбоксильной группы возникает химическая связь вот таким образом наши аминокислоты собираются в белок такую бесконечную длинную цепь сложную полимерную молекулу и вот как пример мы здесь собрали вот такую цепочку вот что получается у нас вот из такой вот смеси отдельных разрозненных аминокислот каждый организм потом построит вот такой вот белок по принципу комбинирования отдельных аминокислот понятно что если мы потребляем в пищу на белковые продукты они к нам поступают но в каком-то таком вот примерно виде то есть наша прививая друзья меня критикуют но привычка не могу с ним побороть иными словами что белок это набор аминокислот правильно это зависимости от белка то есть набор бывает разные могут состоять вот в таком виде да может там зеленых больше быть там и тогда как пример вообще в органической химии много полимерных молекул например крахмала то тоже полимерные молекулы она тоже собирается под пить anos но там отличие будет принципиально заключаться в том что отдельной частью на отдельный бусины для молекулы крахмала например будет молекулу глюкозы она абсолютно одинаковая то есть мы можем получить крахмал из картофеля из кукурузы там за любого другого зерна если мы его разложим на отдельной части всегда будем получать только глюкозу. Это постоянный продукт. Если мы будем брать белки разных организмов, растительные, животные, разделять их на отдельные аминокислоты, мы каждый раз будем получать разный набор аминокислот. Не будет такого, что мы выделим белки из растений, из животных, разделим их на аминокислоты и получим одинаковый состав. Хорошо, тогда практичный такой вопрос. Мы уже зацепились за диалог. Вот есть продукт. Вот допустим, вот этот бойл. Я знаю, что в нем массовая доля составляет 17% белка. Соответственно, я понимаю, что там есть какие-то аминокислоты. Но какие? Я не знаю. В этом бойле, допустим, там тоже какой-то процент белка. Но там, наверное, другие аминокислоты могут быть или похожие. Или как бы вот, насколько, скажем правильно, вопрос сформулирую правильно. Насколько эти аминокислоты сильно отличаются, да, вот от одного продукта, да, вот бойл, например, это тесто. Мы понимаем, что в принципе там набор продуктов в среднем одинаковый. Там рыбная мука есть, там ли ее нет. Насколько сильно отличаются там, скажем, вот растительные там белки от животных? Это один из наших тоже вопросов. Да. Отличие будет. И для того, чтобы прямо вот точно установить, да, количественный состав, это нужно будет делать химический анализ. Я знаю, дорогой. Он стоит 25 тысяч рублей. Да. Но однозначно можно сказать, что, допустим, если при изготовлении этого бойла использовалась, допустим, рыбная мука, а вот для этого, допустим, там какой-то соевый концентрат, то будут принципиальные различия. Даже несмотря на то, что количество белка будет одинаковое? Да. То есть там могут быть набор аминокислот, предположим, даже если просто написать его списком, одинаковые, но их количественное соотношение может сильно отличаться. То есть, допустим, там в каком-то бойле может оказаться метеонина там 10 процентов, а в другом – 50 процентов. Это как-то влияет на построение живого клетки организма, на развитие, скажем? Ну, опять-таки, да, возвращаясь к вопросу о заменимых и незаменимых, то есть если в каком-то компоненте находится больше незаменимых аминокислот, то он будет, конечно, ценнее как продукт. Но весь вопрос заключается в том, насколько, да, в данном случае мы говорим о рыбе, для нее это будет привлекательным. То есть мы можем ей создать идеальный бойл с идеальными концентрациями нужных ей веществ, но он ей может быть абсолютно неинтересен. Мы покупаем какие-то витамины, да, в аптеке, они нам на вкус могут совершенно не нравиться. Да, мы там скорее съедим там те же свежие ягоды с большим удовольствием, хотя может быть там концентрация витаминов и их соотношение может быть совершенно отличаться. Ну, с другой стороны, Марьяна, согласись, что ты, я знаю, Марьяна еще увлекается лошадьми, у нее свое, да, там, какая-то породистая, да, там, и ты как человек, который занимается кормами, наверняка, сталкиваться, да, ты понимаешь, что чем производитель больше указывает в составе корма белков, неважно каких, да, тем корм стоит дороже. Это неоспоримый факт, и мы понимаем, что белки стоят дорого, какие бы они ни были, там, животные, растительные, и производитель не пишет, сколько там метианина, там, или какого-то другой аминокислоты. Мы знаем, что там белки, там, вот форелевый перец, да, форелевый гранул, они высокобелковые, и он самый дорогой корм. Также, наверное, и в других кормах, там, с вещем это связано. Ну, вообще, стоимость, наверное, получения, да, вот белковых концентратов будет, в первую очередь, определяться тем, да, из чего они получены, и вот технологии, процессы. И есть еще такой тонкий момент, например, почему, да, вот аминокислоты для людей в аптеках, когда они продаются в маленьких баночках, стоит так дорого, да, для животных они продаются мешками. Да, это был один из третьего вопроса у нас, чем отличаются кормовые от аптечных, а кто-то из наших подписчиков задавал вопрос. Вот именно мы… Да, ну вот в том, что белки, да, можно получать из растительного материала, допустим, да, те же отходы, там, производства соевого соуса, например, из животных материалов, там, даже рыбная мука, там, мясокосная мука, какие-то отходы, там, мясного производства. И, например, отличный источник белка – это дрожжи. То есть у нас такая очень развитая промышленность к получению спирта, там, производства пива, это тоже дает многое, скажем так, да, дрожжи нет, это грибы, они не относятся к растениям, это такая промежуточная стадия, да, между… Это еще не обезьяна, а уже не обезьяна, а еще и человек. Да, то есть их шарда, белоги очень спорят, они не относят их ни к царству животных, ни к царству растений, относят их вот в отдельную группу, да, к грибам. Да, это тоже белок, но… Да, это тоже белок, да, и это достаточно ценный белок, потому что вот даже, возвращаясь к кормам про животных, его использовали, вот, специально выращивают, скажем так, дрожжевую массу, потом ее высушивают, добавляют в корм, а это вот такой вот источник белка очень хороший. Но технология производства кормов для животных и для людей, она, конечно, будет отличаться именно по степени очистки. Да, потому что, да, то, что мы получаем на выходе, да, не получается всегда сделать продукт идеально, вот это чисто именно кислоты, да, там какие-то другие фракции, которые выделяются при промышленной переработке сырья. Для рыбных прикормок, возможно, для животных кормов будет, допустим, определенный процент примесей. Для людей все-таки пытаются сделать как можно более, как говорят, химически чистый продукт. То есть рыбную муку не используют для продуктов, для приготовления пищи для человека, так, подразумеваем. Ну, я, допустим, не встречала. Да, то есть и тонкость еще будет заключаться в том, что когда сохраняется некоторый процент примесей, может случиться так, что вот эти примеси могут иметь, ну, скажем так, решающее значение с точки зрения, они могут обладать какими-то вкусовыми, там, качественными или определенным запахом, что может дополнительно привлекать рыбу. То есть, да, если мы, допустим, дадим ей вот порошок, да, там, чистых аминокислот, вот, человеческих, очищенных, да, и порошок, там, полученный, допустим, из криля, но с какими-то примесями, будет вероятность, что вот в порошке из криля будет что-то еще, что будет рыбу привлекать. То есть какой-то вот аромат, да, не связанный именно с тем, что там не будет сообщать рыбе, что вот в этом войле чистый набор аминокислот надо обязательно давать. Есть аминокислоты, которые влияют на вкусовые качества, например, да, всем нашим известным, любимым глутамат натрия добавляется в вещевые продукты, да, усилитель вкуса. И, собственно, я так полагаю, что и животные тоже, да, предпочитая какие-то корма, они вот тоже ориентируются на вкусовые качества. В принципе, теоретически мы можем употреблять в производство, допустим, бойлов своих, да, мы можем употреблять аминокислоты, купленные в аптеке, правильно? Да, но это будет тогда очень дорогое производство. Дорогое, допустим, да. Хорошо, в связи с этим вопросом, вот тоже один из подписчиков, не помню когда уже, но вот задал такой вопрос, а что такое жидкий аминокислотный комплекс, но имеется в виду жидкие аминокислоты и его предназначение, но тут же я как бы дополню, а чем он отличается, форма жидкая, от сухой. Вот у меня, допустим, в интернет-магазине представлены аминокислоты китайского производства, это набор сухих порошков каких-то, да, где расписаны какие-то аминокислоты. А есть, я знаю, жидкие формы, ну вот и для людей жидкие формы продают, и для животных тоже различные препараты. Ну, здесь скажу так, что какой-то такой принципиальной разницы, что вот в жидком наборе, в жидкой форме какие-то другие аминокислоты, а вот в сухом виде они чем-то отличаются, они и там, и там совершенно одинаковые. Просто все аминокислоты хорошо растворяются в воде. И это просто, скажем так, один из вариантов подачи. То есть, да, вы можете поехать взять с собой уже готовый раствор, да, можете взять... Ну, это, как понимают, как таблетки, да, есть в акулах, в капсулах таблетки. Да, то есть жидкая форма, она никак не влияет на какую-то особую там усвояемость, это именно кислоты, потому что на порошковой там хуже переваривается, а жидкая лучше. То есть, опять-таки... Ну, это все зависит от удобства работы, от технологического процесса. Да, возвращаясь там к тем же кормам для животных, например, кому-то проще купить их в сухом виде, да, добавлять. Кому-то вот удобнее дозировать жидкость. То есть, жидкостью вы можете там отмерить какое-то количество. Вот здесь это чисто такая технологическая разница. Интересный вопрос хороший. Я меня тоже в свое время очень интересовал. Вот подписчик наш спрашивает, могут быть специализированные аминокислоты... А, ну, давай я своими словами скажу. Я понял мысль, что... Насколько мы знаем, что... Ну, ты вот рыбачишь тоже, знаешь, что супруг наверняка там заливает что-то. Но ты понимаешь, знаешь, что в продаже не существует аминокомплекса специально для рыбы. И насколько вот подписчик спрашивает, что в основном мы знаем, что все аминокомплексы, которые используются в рыбалке, это аминокомплексы для животных. Ну, там, для крупного рогатого скота, там, для кур, там, ну, там, для домашних питомцев. И все вот эти аминокомплексы, они пришли из, скажем, животноводства. Тогда получается, что, ну, это либо это какой-то адаптированный вариант для карповой ловли, либо это, ну, просто нам, скажем, некий продукт, который стоит дешево, да, ну, условно говоря, продают в другой упаковке за более-то другие деньги. Вот такой провокационный вопрос. Ну, я думаю, что отчасти здесь есть доля правды, потому что, что касается кормов для сельскохозяйственных животных, там, я так полагаю, проводились достаточно масштабные долгие исследования, потому что цель повысить продуктивность, да, то есть, как кормить животных так, чтобы они росли быстрее, там давали больше, там, коровы молока, прирост мяса был хороший. То есть, этими исследованиями занимались долго, наблюдали, видели результаты, поэтому уже компоновали вот с этой точки зрения корма. Что касается рыбалки, то здесь я не уверена. Это такой вот сложный процесс, то есть, предпочтение рыбой каких-то конкретных аминокислот и насколько это случайный или не случайный вариант. То есть, это такое, мне кажется, достаточно масштабное исследование надо проводить, чтобы выяснить, что конкретная рыба предпочитает конкретный набор аминокислот. Марьяна, ну мы, ты наверняка знаешь, работаем профессором Касумяном, мы даже смотрели, его приглашали тоже в одну из программ, там, с участием рыбаков-карпятников. Но мы сегодня, друзья, не обсуждаем именно тот вопрос, что именно положить в бойл, да, там, или в приколку, или там, в насадку, какую именно аминокислоту. Мы сегодня говорим о том, даём понятие общее, да, что такое аминокислота, чем она отличается от белка. И наиболее такие вопросы, скажем, часто повторяющиеся, ну в качестве некого маленького там ликбеза, да, для наших подписчиков, потому что у нас в ходе вот наших рассказов довольно часто встречается упоминание о питательном профиле, там, бойлов и так далее. Поэтому для наших подписчиков и вообще для карпятников в целом мы вот такой небольшой, даём расширенный обзор, вот, но мы продолжим, не будем отвлекаться, там, углубляться, скажем, слишком глубоко в теорию. И перейдём к следующему вопросу. Вот есть такой тоже довольно интересный вопрос в плане практического применения. Можно ли использовать спортивные аминокислоты в рыболовных табаках? Я именно поясню, какие именно аминокислоты. На своё время я тоже ходил в спортзал, там, довольно активно занимался спортом, ну, по мне сейчас, конечно, не видно, но это было очень давно. Я помню, компания Twin Lab, пока, не знаю, существует она сейчас, спортивное питание, была жидкая форма аминокислоты, они такие были кисловатенькие, ну, приятные на вкус, их можно было просто пить. И были ещё, как бы, сухие добавки. Вот, наверняка, что-то подобное можно ли использовать в наших прикормах или просто заливать вот это то или не совсем то? Ну, здесь, в принципе, вопрос отсылает нас к вопросу, который был ранее. Чем отличаются вот кормовые аминокислоты от аптечных? Хуже не будет. Да, хуже не будет. Единственное, что, конечно, если есть желание потратить лишние деньги именно вот на такой вот чистый, очищенный продукт, который, да, производится для людей, то использовать можно, конечно. Вопрос такой вот, меня тоже в своё время интересовало, насколько термостабильны аминокислоты? Иногда вот такое бытует там мельня среди дербаков, вот пачка на бойлах полежала на солнце, говорит, всё, убери, там распад идёт аминокислот, они разрушаются и так далее. Насколько вообще это правда и термостабильность? Вот мы готовим бойлы, они подвергаются, пусть небольшой, но обработке там в печи, в воде горячей, что происходит с аминокислотами? Ну, вообще, один из способов получения аминокислот, да, помимо там химической обработки сложных белков, это в том числе и термическая обработка, потому что, да, известно большинство химических связей при нагревании распадаются. Из физических свойств аминокислот известно, что их температура плавления – это порядка 200 градусов по Цельсию, то есть, да, тогда они начинают действительно разлагаться. Да, если речь идёт о нахождении в тепле на солнце, конечно, лучше, наверное, да, в любом случае, даже не с точки зрения, там, ухудшения аминокислотного состава, да, вообще, с точки зрения хранения каких-то питательных кормов, их в таких условиях не оставлять. Это на аминокислоты будут воздействовать, либо на какие-то другие там? Ну, там, скорее всего, больше, да, больше будут теряться. Да, тем более, собственно, ещё раз, солнечный свет – это тоже воздействие ультрафиолета, и плюс перепад температур. Переезжая вопрос, вот я прям вижу, читаю, что лучше для аминокислот, когда бойлы варят или когда готовят на пару? Ну, мы понимаем, что варка более агрессивная среда, да, чем пар, наверное, да, там температура 80, там больше, а температура кипения, как мы предполагаем, условно, 100 градусов, хотя она меньше, да, допустим, от широты у нас зависит. Ну, тем не менее, опять термостабильность аминокислот, то есть они термостабильны, можно сказать, с ними ничего. Да, в отличие от витаминов, можем варить достаточно долго, но опять-таки, вот, возвращаясь к таким бытовым примерам, тут же всем любимый холодец, там получается такой длительной варкой, да, местных там продуктов, то есть при этом, как раз-таки мы получаем тот самый набор отдельных аминокислот, ради которого вот… Собственно, всё это затеяло, сделало, да? Да, то есть надо немножечко, да, отвлечься от нашей общей темы, значит, вот я тут изобразила такую цепочку белковую, понятно, что такая длинная цепочка, она не существует в виде такой вот линейной молекулы, да, то есть эта молекула, да, вот, возвращаясь к нашей форме аминокислот, она имеет какие-то… Да, разветвление, да, и вот эти элементы, да, торчащие вот из этой цепи, они начинают между собой взаимодействие, тоже образуются здесь химические связи, которые молекулы белка немножко… Видоизменяют. Видоизменяют, да, то есть самое первое, что происходит с молекулами белка, они образуют называемую спираль, да, всем так вот, ну, довольно часто изображают, вот, как там, там, логотип каких-то химических элементов… Формулы, да? Да, формулы рисуют спираль, то есть это называемая вторичная структура белка, то есть первичная структура, это когда наши аминокислоты, да, собираются вот в такую вот цепочку, вот я, да, в этом вот принцип, да, между собой получается цепочка. Вторичная, они начинают закручиваться в спираль, дальше идет усложнение, то есть вот эти спирали могут также деформироваться и собираться в такие сложные клубки, которые называются глобулы. Ну, например, вот гемоглобин, всеми любимые, это такие вот глобулы белка, которые как бы удерживают ион железа у нас в крови, и у меня только одна цепочка, на самом деле, такие глобулы могут соединяться еще раз между собой, образуются такие достаточно крупные комплексы, то есть, да, почему, собственно, мы не можем так вот взять и съесть какую-то вот… Ну, кусок сырого мяса, да, потому что наш организм, к сожалению, не способен полностью его, ну, скажем так, усвоить, да, то есть у нас нет того набора ферментов, которые будут белок возвращать в его первичную структуру. Мы что делаем? Мы вот такой вот сложный белок, да, который имеет такую-то четвертичную структуру, да, сначала, допустим, помещаем в кипяток, варим, да, и вот при тех там 60 градусах начинает распадаться именно четвертичная структура, то есть она распалась, у нас получаются отдельные глобулы в растворе. Дальше воздействуем там температурой или какими-то химическими, например, там, кислотами-щелочами, получаем опять спираль. Да, действуем дальше, спираль у нас раскручивается, превращается в цепочку, действуем дальше температуры, появляются отдельные минокислоты. То есть чем тщательнее мы обрабатываем белок, тем больше вероятность, что в растворе у нас появятся те самые отдельные минокислоты, ради которых мы тогда, собственно, так стараемся. Потому что, конечно же, нашему организму гораздо легче и проще сразу усвоить готовую форму минокислоты. Это примерно, ну, как вот если бы вы захотели построить дом, да, вот есть проект, вы приходите, можно пойти в магазин строим материалов и сразу купить вот все, что вам нужно. Вот здесь вот на полочке доски, вот здесь кирпичи, здесь раствор цементный, да. Или же, допустим, вам говорят, что вот есть старый дом, вы можете его разобрать на отдельные материалы и из него уже возвести свой дом. Или вот в лес, иди пили. Да, то есть вот примерно нашему организму приходится сначала, грубо говоря, разрушить чей-то дом на отдельные строительные материалы и потом уже из них построить свой. Да, поэтому, собственно, вот те аминокислоты в баночках, которые мы там покупаем или пытаемся предложить рыбе, они есть уже этот готовый набор для строительных материалов. Удобный формат для того, чтобы он усвоился. Да, и вот поскольку мы сейчас затронули тему денутрации, сразу оговорюсь, вот тоже немножечко внести ясность в терминологию. Еще встречаются такие термины, как полипептиды, дипептиды, трипептиды, олигопептиды. Чисто рекламные термины. Да, то есть с точки зрения химиков, они вот так между собой договорились, что будет определенное соединение называть именно таким образом. Еще раз говорю, что с точки зрения своего строения пептиды и белки, они в принципе похожи, потому что и те, и другие состоят из аминокислот. Единственное, что ученые так решили, что вот белок, пептид, состоящий из двух аминокислот, будет называться дипептид. Из трех, трипептид и так далее. До десяти аминокислот будет образовывать так называемый олигопептид. Больше десяти, это будет полипептид. А вот все, что больше пятидесяти аминокислот, это уже будет белок. Белок, то есть важный момент, то есть белок это у нас то, что больше пятидесяти аминокислот. Да, цепочка из большого количества, там свыше пятидесяти аминокислот, это называется белок. Но с химической точки зрения, если мы будем разбирать отдельно дипептиды, трепептиды, олигопептиды, это все в конечном счете даст нам аминокислоты. Ну, бакетологи просто любят использовать для обывателя, нагружать их в уши, да, какими-то непонятными терминологиями. И люди считают, что вот там, содержится, там пептиды сложные, то есть понимают, что это что-то такое невероятное. Ну, это, друзья, это очень сложный вопрос, мы его туда в дебри вообще не лезем, потому что чем больше говоришь об этом, тем больше возникает вопросов. Но у нас такой более приземленный вопрос есть, вот человек спрашивает, почему все карповые вкусняшки имеют повышенное содержание белка, ну и перечисляют, там мука, печень, там рыбная мука, креветки, дафни, кальмары и так далее. Есть ли разница между белками, которые входят в эти продукты? Ну, то есть мы понимаем, что белок из кальмара, белок из рыбы, ну, в принципе, это затрагивает вопрос, да, там, в самом начале. Да, то есть, как я еще сказала, по перечню аминокислот, они могут быть похожи, то есть в тех, в других, может быть, весь набор, там, интересующий вас аминокислот, будет различаться только их процентное содержание. Понятно, мы не будем убираться, мы же, как бы, да, в самом начале говорили о том, то есть разница есть, короче, существует, да. Так, вопрос, в чем, в чем принципиальное отличие белков животного происхождения от растительных? Я более конкретизирую этот вопрос. Вот есть белок, сделанный из соевой муки, ой, белок, извиняюсь, бойл, сделанный из соевой муки, там, из гороховой муки, и есть, значит, бойл с повышенным содержанием рыбной муки. Здесь растительный белок, там животный белок. Вот принципиальное значение, возможно, для роста рыбы нет, да. Это, да, в любом, в том и другом случае, это, опять-таки, источник аминокислот, который для всех общий. То есть, нет аминокислот, вот, чисто животных, есть аминокислот, чисто растительных. То есть, нет такого набора, который, вот, характерен, там, только для животных или только для растений. Мы все построены из, да. С путем анализа лабораторного, вот, например, там, метианин, да, мы уже упоминали, да, можно ли, как бы, определить, из какого сырья был получен животного? Ну, если это химически чистое вещество, порошок, то, скорее всего, нет. То есть, только по составу примеси, вы можете сказать, то есть, он принципиально ничем не отличается от метианинного. Тогда почему, скажем, есть такое бытует мнение, что, скажем, белок, полученный из рыбной муки, там, или из того же, там, кальмара, он для некоторых живых организмов более привлекательный. Ну, в частности, для карпа, да, вот он, то ли, говорит, что усваивается лучше, или это не совсем правильное понятие? Ну, здесь, скорее всего, имеется в виду, что, как в предыдущем опять вопросу возвращаемся, что соотношение аминокислот, допустим, там, в белках, полученных из рыбной муки, оно будет более, скажем так, оптимальным именно для рыбы, чем из... Ну, принципиального, как бы, различия нет, да, в белках? Принципиального нет, да. Различия, я сейчас говорю, в цене. То есть, растители стоят дешевле, чем животные. Животный белок, он самый дорогой. Ну, то есть, да, способ получения будет влиять на цену, а конечный результат, в принципе, там, и там, и там будут одинаковые именно кислоты. Вот это примерно, ну, как сказать, есть такое правило химии, что, да, химическое вещество, да, но от способа получения сама по себе, да, его химическая формула одинаковая, да. То есть, там могут быть какие-то, при том каком-то способе конкретном синтеза или выделения из каких-то субстратов, чисто технологические проблемы, которые вот к этому, да, веществу будут какие-то примеси еще добавлять. Ну, понятно, да. Например, что касается вот кормов для животных, считается, что вот оптимальный вот соевый белок. То есть, в нем вот содержится то количество и те аминокислоты, которые дают вот... Именно соя, как продукт, да? Да, то есть, да, там добавляется та же самая мясокостная рыбная мука, но вот соевый белки считаются наиболее подходящими. Хорошо, вот, Марьян, смотри, наш вопрос следующий, и меня как бы тоже надоинтересовал. Ты насталкивалась, видел у супруга наверняка, там, всякие баночки там, жидкими питанием, так называемого. И есть у многих компаний-производителей, ну, скажем, некая такая добавка под названием, ну, это в переводе так звучит, жидкий рыбный белок или концентрат рыбного белка, ну, либо как-то еще. Что это такое, ну, я спрашиваю, что вот в каком... Это жидкие белки или это жидкие аминокислоты. Как правильно характеризовать этот продукт? Это все-таки аминокомплекс какой-то или... Ну, я думаю, что здесь такое дано очень расплывчатое коммерческое название, потому что, как я вот уже сейчас объясняла, к белкам очень часто относят, ну, скажем так, всю совокупность продуктов, которые получаются при денатурации белков. То есть это полипептиды, отдельные аминокислоты, дипептиды, трипептиды, то есть это может быть какой-то продукт, скажем так... Суррогат какой-то там или на начале... Да, потому что, да, какая-то стадия, может быть, да, там, ферментации белка или его термической переработки, да, переработки, где в растворе получается такая вот смесь. То есть там есть как отдельные аминокислоты, допускаются... То есть понятно, что чистые аминокислоты, да, отдельные, это более дорогой продукт, чем смесь. Да, и часто это, может быть, какие-то технологические, не очень разбираюсь, но, скорее всего, какие-то отходы, например, того же производства соевого соуса. То есть, да, разные стадии переработки субстрата. Вот сейчас затонный вопрос, гидролизатор, да, вот в свое время мы сделали продукт такой, да, был гидролизатор рыбной муки. И, честно говоря, у нас не пошел, потому что... Массово в порядке не пошел, потому что у меня там звонят и говорят, слушай, смотри, я сам не знаю, что такое гидролизатор, как я объясню это продавцам и как продавцы объяснят покупателям. Поэтому мы поняли, что мы... Ну, это был начальный, скажем, наш период, нашей, скажем, деятельности, да, производственной. Мы поняли, что это был не совсем удачный, скажем, коммерческий подход, да, к продукту. Вот что такое гидролизатор, да, это белковый, это... Ну, вообще гидролиз, это, да, такой химический термин, он не совсем, может быть, понятен, но подразумевает под собой довольно простой процесс. Это процесс воздействия на какое-то там химическое соединение с помощью воды. То есть, если есть гидро, лизио, лизис это разрушение, то есть, многие вещества в воде растворяются и при термической еще обработке в водных растворах также подвергаются разрушению, да. То есть, мы вот варим тот же бульон, мы делаем фактически гидролизат мяса, вот. Понятно, что в производствах еще в этот процесс добавляются какие-то дополнительные химические компоненты. Ну, ферменты знают, да, думаю, что... Ну, не только ферменты, это могут быть еще очень, да, и более сильные неорганические кислоты, да, чтобы этот процесс... Ну, разные пути можно... Да, хорошо, вполне, да. Но основная идея, это нагрев и обработка, ну, как бы, до растворения в воде. Если взять, мы берем кусок печени, зальем ее водой и подвергнем, там, термической обработке, там, нагреву, да, там, кипячение, это будет фактически тоже... Гидролизат. Гидролизат печени, правильно? Здесь вопрос будет заключаться в том, насколько долго этот процесс провалился, то есть, насколько полные эти белки у нас распались, да. Ну, это цель, существуют специальные агрегаты, реакторы, я знаю, там, они в мешалке крутятся, это все там длительное время. Вот, поэтому вот под таким вот термином белок собирательный, я думаю, что имеется в виду именно вот набор продуктов... Ну, это больше конечностей, да. Да, набор продуктов, да, распада вот белковых молекул. Здесь, как бы, производитель не берется четко утверждать, что у него чистая именно кислота, да, потому что вы можете их там взять, отнести в лабораторию, вам скажут, ну, у вас здесь вот просто какая-то каша, да, то есть, нет именно аминокислот. Хорошо, тогда вопрос, зачем ценны вот эти гидролизаты? Вот я беру, там, покупаю гидролизат печени, гидролизат там криля. Ну, для покупателя, для обывателя это, ну, что-то такое вот необычное, загадочное, гидролизат, что-то где-то когда-то, а по факту это, ну, в общем-то, обычный продукт, да, по сути. И чем он как-то, мы, ценности для рыбаков, вот, что, ну, я не думаю, что вот что-то когда-то особенное там. Ну, да, то есть, возвращаясь, допустим, к вопросу, да, ну, чтобы еще тоже было понятнее, допустим, мы едим там овсяную кашу, кукурузную кашу, ячменную кашу, мы получаем из нее крахмал. И, ну, это конечный наш продукт, который интересует наш организм с точки зрения получения энергии. И для нашего организма нет никакой разницы, что крахмал получен вот из этой каши, этот из такой, этот из сякой. Он всегда будет одинакового химического состава. Но какие-то примеси, которые влияют на вкус, да, у нас отличаются, все эти виды каш, они разного для нас вкуса. И, может быть, да, если вот иметь в виду, что продукт все-таки получается не идеально химически чистый, да, все-таки для рыбных прикормок, то там будут какие-то сохраняться вещества, там, частицы, да, придающие какой-то особый аромат и вкус вот конкретно этому гидролизату. То есть, да, гидролизат из крылья будет с каким-то, ну, немножко другим для рыбы запахом и привкусом, чем гидролизат из печени. То есть, здесь уже вот... И для покупателя тоже. Да, да, ну, там мы внюхаем, да, баночки, да, для... Это, скорее всего, если мы просто положим вот химически чистые аминокислоты, полученные там из печени, из крылья в виде порошка белого, ну, не имеющего, да, на вкус не запаха, да, разницы никакой не будет. Хорошо. Вот такой, тоже, опять же, немножко провокационный вопрос, да. А мы знаем, что белки – это 50 аминокислот. Каких мы не знаем, да, но производитель не пишет, например, ну, не только, там, вот, бойлов там или просто корма, да, он уже не пишет, какие у него. Как вот ты считаешь, имеет смысл писать, вот, аминокислотный профиль, да, указывать, или это все-таки лишнее для потребителя? Ну, с точки зрения, скажем так, стоимости корма, да, оно, наверное, будет иметь значение, потому что, да, если указывается, что в кормах содержится незаменимая именно кислота, это уже будет как-то на покупателя какое-то впечатление производить. Но, с точки зрения природы, здесь нельзя дать никакой гарантии, что рыба отдаст предпочтение вот именно той прикормки, где находятся незаменимые аминокислоты. То есть, если, допустим, в конкретном, да, там, ну, вот, например, в аквариуме мы точно можем оследить, да, как питается наша рыба, то есть, если у нее нет выбора другого корма, она, скорее всего, да, будет, да, потреблять... К сожалению, да, как и мы, мы тоже вот знаем, что есть продукты, там, полезные, они не очень многие нравятся, да, это диетические, мы почему-то предпочитаем есть чипсы, хотя они с точки зрения, ну, скажем, полезности, то же самое, да, то же самое может происходить и с карпом в пруду, потому что в его естественной среде есть какие-то, ну, скажем так, продукты, к которым он привык, там, привычная его кормовая база, и если мы ему предлагаем вот такой замечательный бойл, где есть, там, полный набор всех необходимых ему аминокислот, это не даст мне никакой гарантии, что он его предпочтет и скажет, хорошо, я вот буду есть ваши бойлы и не буду есть, там, что-то другое. То есть, нет смысла, да, указывать этот аминокислотный профиль, нам, по крайней мере, нам, как потребителям, он ничего не даст, да? Да, то есть, это будет просто знание, понимание, что, да, допустим, здесь вот и есть, в этой прикормке, а в этой нет, там, больше-меньше, это уже не имеет никакого значения, да, в тех же, вот, там, кормах для животных, там тоже указывается процентное содержание метианина, резина, да, считается, что, там, где оно выше, там... Ну, тогда, ладно, вот тогда, конечно, такой вопрос у меня возник, ну, хорошо, если тогда мы, как бы, не знаем, да, тогда на чего вообще продают отдельно кормовые аминокислоты, тоже, там, метионин, там, резин, тоже, валин, там, и так далее, причем продают их помного, я так понимаю, что основные потребители, это, ну, хозяйство животноводческие, форма упаковки 25 килограмм мешок. Каким образом их используют? Добавляют в корм, просто, вот, бездумно сыпят, или, там, кукурузу, словно говоря, засыпают, или сено это перемешивают с этим... Нет, ну, нет, да. Если мы не знаем, да, вот, сколько в этом буэле метианина содержится, зачем мне туда еще его добавлять? Здесь есть принципиальная разница между кормами для сельскохозяйственных животных, вообще содержанием сельскохозяйственных животных, и, допустим, теми же животными, в свободном, скажем так, естественном месте обитания, да, то есть, сельскохозяйственных животных кормят... Опять же, что в сельскохозяйственных животных, да, то есть, только тем, да, у них нет выбора, то есть, и вы точно знаете, что вы задаете какую-то норму корма, там, в кормушку положили, и корова это проела полностью, то есть, да, поскольку у нее нет выбора. Если вы, допустим, выпустите ее на древяной лук и насыпите ей где-то отдельно корм, может быть, она его съест, а может, и не съест, и пойдет, там, есть свежий клевер. То есть, такое дать, да. Я бы даю, к примеру, там, корове кукурузу, ну, пример, хотя, может, это не надо, давай. Я знаю, что в кукурузе нет метианина, к примеру, или там, справочники могут посмотреть, что там доля метианина, там, ну, нельзя. Если я кукурузу смешаю с метианином, то есть, я понимаю, что я корове это дал, да, это нужно, это... Да, но вы также знаете, что корова это съест, и она точно получит метианина. Да, у нее выбора нет, заставим съесть, да? А когда вы предлагаете, там, тем же животным или рыбе, который живет в своей естественной среде, имеет свои привычки и какие-то уже, да, кормовые предпочтения, то здесь большой вопрос. Здесь, скорее всего, поскольку мы, да, выяснили, что не все именно кислоты имеют, там, приятный запах и вкус, как гутамат, то нет того сигнала, который подскажет рыбе, что вот в этом бойле есть, внимание, есть лизинный метианин, то есть они более полезные. Ну, история рыбалки, я, насколько знаю, такой пример, однажды, друзья, знаю, слышал на примере, там, определенного водоема в Украине, определенных бойлов, когда, ну, скажем, рыбаки угадали, да, какой-то некий продукт, чисто методом проб, что вот рыбе для этого водоема это нужно. И добавляя, скажем, этот продукт в кур, они получили, там, скажем, реализацию в 8% успеха, что рыба придет и будет есть это. Ну, это редкий случай, наверное, просто удача. Ну, это, если, да, если знать начальные условия, примерно, да, скажем так, какие-то делать исследования, что в этом водоеме есть, чего нет. Ну, это да, это очень долгие. Ну, хватает ли там рыбе корма, или она испытывает в чем-то дефицит, то есть вот тогда можно пробовать сюда и пробирать. Вот, ну, некий, там, скажем, ну, раньше, по крайней мере, просили сделать забор берегового грунта, там, да, вот этого ила, на примет исследования какая-то, в общем, форусы держатся, там, фауна и так далее, да. Ну, видимо, какие-то пытались сделать выводы. Ладно, значит, мы разобрали вопрос гидролиза, гидролизатора, а вот такой вопрос ферментации, фермента, да. Что происходит с белками в процессе ферментации? Что касается ферментации, это тот же самый процесс, который мы разбирали раньше, который называется денатурация белка. То есть это ферменты, это вещества, которые воздействуют на определенные химические связи внутри сложных молекул. Да, вот есть у нас ферменты, пищеварительные, которые разрушают углеводы, жиры, а есть те, которые разрушают белки. Ну, это, с точки зрения рыбокорб, это полезно для усвоения, правильно? То есть ферментированная пища, она легче усваивается, чем... Ну, то есть, как мы обсуждали, да, есть вот эти самые глобулы, которые потом распадаются, раскручиваются в спираль, спираль раскручивается в цепочку, цепочка распадается на именно кислоты. То есть это можно получать термической обработкой, можно химически, там, органическими какими-то соединениями воздействовать, а можно воздействовать ферментами. Так, Марьяна, ну, мы вот уже к финальной части вопроса продвигаемся, у нас уже беседа затянулась. Значит, вот опять возвращаемся к препарату чектоник. Ну, если ты не знаешь, что такое чектоник, это вот такая большая бутылка, аминокислотный, витаминный комплекс для животных, там, для домашних животных можно. Я, допустим, знаю, у меня ребята подливают для кур, там, прям, впить в воду, он в жидком виде. И вот спрашивает человек, который задал вопрос, что он в один-в-один как нутрамина по цвету и по запаху. Нутрамина это такая же форма жидких аминокислот для карпа компании Нутробейтс. А есть ричамина там у нас в другой компании, там еще какие-то аминокислотные, минамина я знаю. В принципе, все они похожи по цвету, ну, имеют какое-то отличие по запаху. И он, вот, заметила особенность, я, кстати, тоже заметила, что чектоник, это очень похож на вот этот комплекс. Но может ли быть что-то очень похожее? Я думаю, что вполне может быть похожее, потому что, опять-таки, как это придуманная, сбалансированная, там, подкормка для животных. И на основе которой просто, может быть, позаимствовали и взяли, там, создали. И стали применять, как бы, да, и какую-то отдачу. Да, есть такой вот тонкий момент, да, есть, там, отечественные производители, есть импортные. Между ними может быть разница, там, принципиальная по цене, но по содержанию может так оказаться, что, в принципе, одно и то же, да. То есть там и там технологи примерно, да, понимают, что нужно какой-то группе, там, животных или, там, рыб, и кладут, да, в свои баночки примерно одно и то же. Ну, как пример, вот для меня, например, было очень забавно видеть, я, опять-таки, возвращаясь к кормлению ваше течень, одно время покупала своему камин-миласу. Это отход производства сахара, соколовичная миласа, да, патока. И я примерно знаю, сколько стоят литры этого продукта, потому что в комных магазинах она продается канистрами и стоит, можно сказать, копейки. И, да, когда я увидела в специализированном рыбном магазине расфасованную миласу, там, по 200 миллилитров и увидела ценник, да, я была очень сильно удивлена, да, потому что оно, собственно, по сути, это один и тот же продукт. Марьяна, скажи, пожалуйста, ты знакома с таким комплексом, ну, для рыбалки, как Фитстим, слышала от компании Симурнелька? Ну, да. Я вот, честно говоря, друзья, читал в переводе с какого-то английского форума, что это экстракт дрожжей, именно пивных дрожжей. Происхождение этого препарата, это больше, как можно отнести, к аминокислотам или к витаминному комплексу? Ну, если речь идёт об экстракте дрожжей, то это, может быть, и аминокислоты, и витамины вместе. То есть, да, очень часто, как я уже упоминала, дрожжевые клетки, да, они достаточно легко выращиваются, и плюс есть производства, которые, да, используют их в таких масштабных объёмах. Просто вот эту массу можно потом использовать. Ну, вот смотри, какой, опять же, вопрос возникает, да, интересный. Вот бойлы, да, там, или гранулы, мы, добавляя туда комплекс, мы туда, грубо говоря, закатываем, да, и рыба, животные, они вот поедают, попадают, мы уверены, что это попадёт, ну, какая-то часть попадёт внутрь и, там, скажем, создаст там какой-то там питательный фон, да. Но, добавляя этот жидкий препарат в прикормку, там, в которую мы перемешиваем и бросаем воду, и всё это потом там как-то вот по воде растекается внутри, на дне, каким образом рыба получит эти витамины, или они будут чисто качественные сигналы привлекать. Какая цель? Я, допустим, не всегда понимаю, мысленно мы, да, думаем, что вот мы добавляем, мы привлекаем, какое-то облако что-то там разносится, карп учует и приплынет на вот этот сигнал. Так ли это? Или всё-таки это, наверное, больше какое-то коммерческое решение своей точки зрения? Ну, здесь, да, тоже такой очень вероятностный процесс, да, как мы уже обсуждали раньше, можно угадать, вот, что в конкретно данном водоёме, вот. Ну, допустим, получу метеорин, скажем, да, там, и поплыл туда, да? Да, рыбу может заинтересовать, а в другом каком-то, да, в каких-то других условиях этого может не случиться. Это, опять-таки, что касается вот из каких-то экстрактов, тех же там, соевых, дрожжевых, там, из креветки, это какой-то определённый всё-таки запах. Запах, да. То есть, да, рыба, наверное, больше интересуется запахом, нежели она понимает, что это, ну, как сообщение о том, что вот в этом препарате есть нужные ей там витамины, аминокислоты и прочее. То есть здесь, скорее всего, вот именно... То есть здесь взять сухие аминокислоты, ну, там, вали, мутианин, намешать в воде с водоёма и вылить в воду, то, наверное, какой реакции мы на ней увидим, да? Да, это, скорее всего... Ну, очищенные аминокислоты. Да, да. Здесь вот именно, ну, поскольку всё-таки, да, в водоёмах идут процессы вот той самой ферментации, да, туда, там попадают какие-то всё-таки остатки растений, да, всё это вот сообщает, это всё сопровождается определённым запахом. Это, как бы, сигнал о том, что вот здесь, вот как раз в этом месте есть легко доступные вещества. То есть там происходит та же самая денатурация белков, и рыба, конечно же, ищет то, что ей легче будет переварить и усвоить. То есть, как вот и мы стараемся всё-таки есть там, да, больше продуктов варёные, чем в сыром виде, потому что... Ну, в ходу вкуснее. Это нам и вкуснее, и это, да, и мы знаем, что... Да, мы её, как бы, лучше переварим. Так, вопрос, ну, мы уже это не будем повторять. А, мне, кстати, интересный вопрос. Почему сухие аминокислоты продаются в виде белого или светло-коричневого порошка, ну, вот мы баночка продаём, да, а жидкие аминокислоты темно-коричневого цвета? Кстати, говоря, и для человека, для животных они темного цвета. Это какое-то окисление там или носитель такой должен быть? Ну, здесь, скорее всего, какие-то технологические есть тонкости, потому что либо это, как, цвет придаёт, ну, как в том же, там, может быть, соевом соусе, как бы цвет того субстрата, из которого получались белки, да, потому что, действительно, да, сухие, очищенные аминокислоты, если мы их просто растворим, да, они будут иметь такой слабоватый, там, желтоватый оттенок. Вот, может быть, это действительно какой-то, ну, ещё, да, помимо того, что мы... Может, какая-то питательная среда должна на них быть? Не то, чтобы быть даже питательная, какое-то сочетание, может быть, консервантов, стабилизаторов, то есть каких-то веществ, которые дополнительно этот раствор, потому что, да, если мы просто растворим аминокислоты во воде, ну, очень много будет желающих из того же, да, из воздуха микроорганизма, вот, с радостью готовы, да, их, да. Поэтому здесь, скорее всего, это именно какие-то технологические тонкости. Понятно. Вопрос вот, более такой практичного характера. Мы узнали, что аминокислоты, это классно, там, полезно, их можно добавлять, использовать. Вопрос, как узнать правильную дозировку сухих аминокислот. Вот человек купил, ну, допустим, для кормов есть дозировка, я даже на сайте указывал, это взято с открытых источников, на рекомендации по использованию, там, кормовых аминокислот. Ну, мы же никогда не узнаем, да, сколько нужно добавить бойлы. Можно ли испортить, скажем, кашу маслом, переборщить там? Ну, в данном случае, вряд ли можно, да, испортить кашу маслом. Единственное, что это будет достаточно дорогостоящий эксперимент. То есть, я могу смело пухнуть туда, так, от души, по-богатому, да, аминокислот прям вот так насыпать, сварить, и хуже от этого не будет. Вот, то есть, ну, как бы, отпугивать это, наверное, вряд ли будет. Другое, да, другое дело, что, ну, насколько это, если, да, мы имеем в виду, если брать, вот, там, кормление сельскохозяйственных животных, да, то есть, перекармливание какими-то, там, элементами может привести к тому, что, да, там, будут какие-то, ну, скажем так, перекосы, да, там, в развитии. Потому что это такой длительный процесс, мы наблюдаем, да, мы выращиваем теленка, там, кормим его, да, мы можем наблюдать. Вот, введение, там, одних продуктов улучшает его состояние, там, избыточное кормление, даже как и с растениями, да, мы можем сыпать нитраты. То есть, в какой-то момент растение начнет расти, да, там, давать обильно плоды, мы будем сыпать их дальше больше и больше, а растение от этого лучше не будет становиться, потому что оно уже больше просто не может там строиться. Ну, то есть, если какой-то порог, да, вот оно возьмет то, что нужно, а остальное это просто переварит и... Да, а в случае вот именно рыбной ловли, это такой какой-то очень точечный процесс, да, то есть, если вы там пересыпали случайно аминокислоту, да, в вашу прикормку, это никак не скажется на, мне кажется, на качестве... На качестве лова, да. Ну, в принципе, аналогия с мукой, да, вот, мы говорим, что мука классная, классная рыбная, да, я знаю, что хорошая классная мука, у нас там до 70% белка. Ну, мы уже знаем, белок, это у нас 50 аминокислот, как минимум. Но, в идеале, конечно, в теории можно сделать там неказистый бойл, который будет состоять там чуть ли из 80% этой муки, но, как бы, лучше от этого рыбы она не будет, да, то есть, она... Ну, да, вообще, рассчитывая любые концентрации каких-то питательных веществ, надо понимать, на какое количество, да, то есть, мы, допустим, накрываем банкет, мы же исходим из количества гостей, да, можем, конечно, поставить... Да, мы можем, да, там, поставить, грубо говоря, там, какое-то количество, там, тарелок в расчёте, что, да, гостей будет не так много, а в дорогах придёт очень много, да, или наоборот, да, там, накрытие огромный стол, а люди просто... То же самое вот и здесь, то есть, здесь, единственный только момент будет, что, поскольку это достаточно дорогостоящие добавки, да, если сыпать просто каждый раз от души, то, да, соответствующий расход и стоимость... Ну, всё укоряется в стоимость. Также, как производители кормов, они, конечно, ищут дешёвые белки. Дешёвые белки у нас, получается, из жмыхов, шротов, там, каких-то растительных культур, да, более недорогих, вот, поэтому экономика превращается на первом месте. Да, и с этой точки зрения, я даже так, мне кажется, что не стоит прямо так вот упираться и покупать вот эти чистые гидролизаты, тем более, вот эти вот аминокислоты, которые продаются для людей в аптеках, да, то есть, кажется, да, целей рыбы ловли вполне достаточно вот этих ферментированных. Какие белки лучше усваиваются и из каких продуктов? Ну, тоже мы это затрагивали, в зависимости от вкусов, что... Ну, это, да, и, ну, в любом случае лучше усваиваются ферментированные или денатурированные белки, то есть, уже полуразрушенные, готовые практически сразу нашим организмам встроиться, ну, или, там, организмам животных в их собственные белки. То есть, вот... Ну, продукты для рыбалки, имеется в виду, подбираются уже таким эпирическим путем, да, там, какие-то... Да, то есть, именно с точки зрения, скажем так, усвоения, да, это должен быть белок, там, гидролизованный или, там, ферментированный, ну, а с точки зрения предпочтений, здесь уже, вот, зависит от тех, да, там, скажем так, примесей. То есть, они готовы к рецепту, для того, чтобы, как понимать... Да, тут, к сожалению, да, только, вот, к сожалению, конкретное место и методом... Ну, все равно, Марина, благодарна тебе, что ты, во-первых, такой вот ликбез нам провела, да, по крайней мере, я думаю, что большинство из нас, кто до конца досмотрел этот материал, кого хватило, значит, именно, набраться силы, кто вспомнил школьные программы, наверняка, точнее, даже не наверняка, однозначно сделали для себя какие-то выводы, или что-то полезного подчеркнули. По крайней мере, друзья, вы будете знать, уже вы подготовлены, вас уже, как на мякине, не говорится, да, не проведешь, вы уже знаете, что такое белки, аминокислоты, вот, и такой вот рекламы, да, вас уже не купить. Вот, ну, а мы, друзья, с Марьяной надолго не прощаемся, в том смысле, что наш этот ролик, который мы сейчас сняли, он будет на нашем канале, Марьяна является подписчиком нашего канала тоже, и вопросы, которые у вас возникнут, вы можете задать в комментариях к этому ролику, там, конечно, все мы не могли сегодня охватить все аспекты, там, все нюансы, все вопросы, так, в общем-то, голопом по Европе пробежались, но если вас какие-то более тонкие вопросы интересуют индивидуально, вы можете задать вопрос, и, возможно, Марьяна постарается ответить, да, еще на время, да. Ну, а мы поблагодарим нашу прекрасную гостю сегодня за такой подробный рассказ познавательный, ну и пожелаем ей успехов, как в карповой ловле, так и в творчестве, в хобби, как правильно назвать, не лошадь, но она грубо будет, да, как коневольство, да, вот. Друзья, на этом мы прощаемся с вами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч.